Всё меньше времени остаётся до первого праздника весны. 8 марта тысячи представительниц слабого пола будут получать поздравления и подарки от мужской половины человечества. Впрочем, героиню нашего следующего сюжета слабым полом можно назвать лишь с большой натяжкой. Напротив, эти девушки нашли себя в достаточно сложном и ответственном деле. Работать с собаками Оксана Лаос мечтала с детства. Первый четвероногий друг у девушки появился ещё в третьем классе. После школы Оксана поступила в Осташковский ветеринарный техникум. Полученное образование позволило ей начать работу кинологом в аварийно-спасательной службе. Профессия, рассказывает, девушка сложная, но очень интересная. Год уже 9 лет специалист занимается подготовкой питомцев для самых разных задач. Поиска людей в лесу и под завалами, обнаружение взрывных устройств и нахождение трупов. Собаке, говорит кинолог, как люди. Каждый нужен особый подход. Не всегда с каждой собакой получается сразу. Есть такие моменты, что надо себя побороть, где-то уступить, где-то наоборот поднажать на собаку, подавить. Справляться с трудностями, говорит Оксана, ей помогает искренняя любовь к своим питомцам. Профессия, соглашается, девушка действительно скорее мужская. Однако никто не отменял женскую интуицию. Именно она спасает в сложных ситуациях. Когда мы выезжаем с минно-розыскными собаками, за нами стоит решение. То есть, если собака понюхала тот или иной предмет, мы должны принять решение, что да, он действительно безопасен. Мы сделали свою работу. И вот этот вот перепад, он, конечно, психологически должен быть готов к кинологу. Потому что не каждая собака может действительно работать именно в этом направлении. А вот Анастасия Смирнова не то что с собаками. С людьми-то не каждый день дается пообщаться. В отдел биологических экспертиз регионального управления МВД посторонних не пускают. А для сотрудников обязательный халат и маска. Специалисты исследуют биоматериал, а потому чужие молекулы ДНК могут существенно осложнить им задачу. Работа Анастасии нацелена на установление деталей самых сложных и запутанных преступлений. Впрочем, несмотря на распространенный стереотип, работают лаборанты отнюдь не вслепую. Сложно приходится, когда тебе приносят материал на исследование, и ты, собственно говоря, читаешь материалы дела, что произошло, что случилось. Тяжело, наверное, когда какие-то интересные обстоятельства, или вот, например, преступление против детей, против половой неприкосновенности, это все равно как-то задевает за живое. Самым запоминающимся моментом своей работы Анастасия называет происшествие в поселке Редкино летом 2017 года, где были убиты 9 человек. Для сбора биоматериала девушка выезжала на место инцидента, а с подобным, учитывая обстоятельства случившегося, еще и не каждый мужчина справился бы. Есть женщины, которые могут справляться с очень сложной работой, и в то же время есть мужчины, которые затрудняются справиться со всеми простыми. Поэтому я скажу, что, наверное, эта работа не для всех. Однако, несмотря на все трудности в работе, и криминалист-эксперт Анастасия, и кинолог Оксана всегда остаются в первую очередь девушками. Милыми и заботливыми, любящими и любимыми. И каждая из них, отвечая на вопрос о том, как будет встречать грядущий праздник, говорит примерно одно. Дома, в кругу семьи. Тепло, в семейной обстановке. Вот. Как-то так.